Привет! Вижу, вижу! Вот, у тебя горячо желание разобраться. Как зовут? Представься! Нелечка, я Ира, я сейчас из Пиладельфии. О, красна! Да, у меня сейчас 7 часов вечера. Это у нас 3.00 сейчас прямо. Да. Расскажи! Я у тебя на курсе сейчас. Я у тебя на курсе сейчас. Нел, я с таким запросом, с таким вопросом. У меня сына, ну, создала я сама, видимо, аутический спектр. И вот, когда я сюда переехала, 5 месяцев сейчас живу здесь в Америке, ну, так получилось, что я с этими документами приехала сюда. И они его приняли как вот с аутическим спектром и посадили в этот класс, спецкласс. А я вижу уже, ну, я чувствую, что у ребенка вообще проблем нет. И говорит, и видит, и смотрит, и юмор. Они это все отмечают, но пока его там держат, потому что мы, говорит, должны найти его таланты, раскрыть, и, в общем, программу ему специальную составили. Они, в принципе, хорошее дело делают, но мне не нравится, что он сидит в классе с детьми с церберальным параличем, с Дауном. Короче, у него класс такой сам по себе, мне не нравится. А вот, понимаешь, цель, которая, что они делают, мне это, конечно, нравится. Вот сейчас с 29-го они назначили встречу, 7 педагогов. Они такой разбор ему устраивают на 40 листах. В общем, короче, вот он такой, он такой, он с юмором, они его описывают. Мы будем искать его таланты, мы будем раскрывать. Ну вот, понимаешь, а самая ситуация мне не нравится, потому что ребенок не в обычной среде. Я раскрываю свои таланты, мне не нравится, как я раскрываюсь, мне не нравятся вообще мои таланты, да, и способ их раскрытия во мне. То есть, как бы, ребенок, отражение тебя. Значит, у нас есть желание полюбить процесс раскрытия талантов? У меня желание, чтобы вообще убрать вот этот вот спектр какой-то, вот этот аутический, когда непонятно что. Забыли про сына, я тебе только что объяснила, что он тебе сигналит. Да. Вот тебе сигналит то, что тебе не нравится то, как ты идешь к раскрытию своих талантов собственных. Ты, сын тут вообще ни при чем, он просто отражение. Да. Тебе не нравится, как ты раскрыта, какие у тебя таланты, либо тебе не нравится способ раскрытия твоих талантов. Да у меня вообще я не знаю, какие таланты есть или нет. Нет, вот я есть, есть талант, понимаешь? Да, вот таланты. Давай, да. Раскроешь таланты, и сын там трансформируется и будет учиться в нормальной школе. У тебя запрос на таланты сейчас, в данный момент. А сын тебе показывает то, что, алло, мама, посмотри, сколько вам мне сейчас талантов раскроет. А ты боишься раскрытия талантов, либо их способа, я не знаю. Ну, короче, у тебя запрос с твоими собственными талантами. Давай, значит, посмотрим, знаешь что. А сама-то хочешь таланты-то какие-то раскрыть в себе? Конечно, хочу, конечно, хочу. Давай, короче, карту. Опять выпал, чувак. Я не знаю, у нас сегодня по кругу. Это же карты из 500 штук, да что такое? Вот я вижу сейчас, вот, я уже смотрела эту картинку, я вижу вот этого мальчика, вот как моего сына, понимаешь? Он вроде стоит, вода движется, на чём он едет, движется сзади, там у него растения, всё, а он сам вот в неподвижности такой. И у меня такое вот, глаза вроде смотрят так вот, всё понимают, улыбаются, всё позитивно, но вот эта его неподвижность, она, конечно, напрягает меня. Опять та же карта, да что ли? Здесь я вижу моё грузинское застолье, и вот как вот во время ресторана, как вот танцуют эти официанты, вот подмосят вот так вот, и вот эта открытая пасть, это люди веселятся, смеются, вот такое я вижу, вот позитив полный. А что за пасть? Пасть? Ну, на мне опасности не представлять, это пасть. Это вот просто близкий ракурс какого-то позитива, вот смеха вот какого-то наблюдателя, что ли, наблюдателя какого-то, ну, близкие, просто близкие, близко его сняли, понимаешь, вот когда фотку снимают, и близко, да, опасности у меня там нет, просто веселье и вот развлечение такое. Это, я не очень хорошо вижу, там в кресле сидит мальчик, в кресле сидит мальчик, и всё вокруг, это вот мой второй, это близнец, точно, вот он как у компьютера сядет, вот так вот замирает, за ним, хоть ты тресни, хоть ты динозавры какие придут, для него ничего не важно, понимаешь, вот он в своём виртуальном мире и всё, вот эта еда его, компьютер перед ним, вот он компьютер даже не видит, а сзади уже, видишь, там и позитивный такой вот друг, вот нету никаких друзей рядом, потому что он весь вот там. Ну, ты понимаешь, да, что ты всегда говоришь? Ну, вот, да, я сейчас, я не вижу, что это такое, не поняла. Я думаю, как её, я просто её наклоняю немножко, хотя бы, чтобы видно было, не отражало. Ну, какие-то эти маленькие, вот эти вот, какие-то зверушки, такие, не подводный мир, что ли, какой-то, подводный мир, там, вот как игрушки какие-то, а, вот с этим, фигурка бежит, а, фигурка такая, женщина в телесах бежит такая, вот что-то у неё в руках ещё, вот, а? Пушка в руках. Пушка, да, пушка в руках, она вроде бы должна их всех стрелять, понимаешь, вокруг себя, чтобы сзади, вот сзади и за ней, какие-то, это вроде я, как будто с моими детишками сзади, я их всех пристрелю за них, со своей с этой пушкой, да. О, это вот, балдею от своих домов, короче, у меня в Пелесе дом мой, вот я вот, цветочки, домики, это всё у меня есть, и здесь я в хороших условиях таких живу, и вот мой дом, короче, это моё состояние такое, которое вот, благодать, короче, вот, изобилие моё, да. Ну, это опять вот тот, который в этом сидит. По-своему интерпретирую, как ты видишь. Знаешь, я вот здесь что увидела, вот как будто вот, как будто исследование, обследование, вот одели на голову, вот эти вот подсоединены всё, и сзади кто стоит, они офигевают, что там у него в голове, и сзади на экране вот это видно, вот такой хаос, хаос вот на голове, что в голове у этого человечка, который сидит. Но мне кажется, это не я сижу. Такое чувство у меня. Ой, это праздник, праздник души, вот это я люблю очень, да, это у меня вот праздник души, вот это вот всё, что хочешь, может быть. А праздника? Да, это оба праздника. Ну, чем отличаются, в чем отличие? Ну, там есть наблюдатель, а здесь нет наблюдателя. Всё понятно. Отлично. Давай посмотрим, что тебе мешает открыть свои ресурсы, все таланты, да, раскопать их, наслаждаться этим процессом. И твои дети, как отражение тебя, повторят твоё состояние. Но сейчас они транслируют твоё состояние. Ну, то есть, это не у них так, это у тебя так сейчас. То кто-то насильно, непонятно где, чего-то там с тобой, как-то вот не так. Это ты. Это твоё состояние. Помни, что ты здесь говорила. Ну, вроде всё вокруг движется, а я стою на месте. Ты стоишь на месте. Потом эфир посмотри и запиши. Это ты стоишь на месте. А вот это вот что? Что тебе похеру на всё вокруг, что там происходит, потому что я вообще занята своей виртуальной реальностью, надуманной в облаках. Я Нелли занята, Нелли курсом занята, мне вообще всё пофиг вокруг. Я вот вся вот в этих шаблонах. А себя забыла? Да, вот именно себя забыла. Бежишь всех вокруг спасать, а себе забыла. Кто? Ты должна не сыновьями заниматься, а не твоё продолжение. А не продолжение твоего состояния. Ты собой должна заняться. Знаешь, как в самолёте? Сначала маску на себя одеваешь, а потом на детей. Ты на себя маску забыла одеть. И ходишь, всех спасаешь. Спаси себя сначала. И вот что тебе мешает. Вот этот праздник. Помни отличия. Здесь у тебя на предателе, и ты этот праздник устраиваешь не для себя. Чтоб показуха. Показуха. В каком состоянии ты должна находиться? Всегда. Блаженность. Благодати, которая вот тебе дома, уют, покой вот этот классный. Но не покой в плане, как покойник, ничего не происходит, где ты остановилась. А покой душевный, когда у тебя всё движется. Вот в этом состоянии надо находиться. И твой ресурс черпается из праздника, где ты сама для себя его устраиваешь, не для кого-то. Разница в празднике. И твоё состояние продолжай в том же духе, в трансформациях, в исследовании себя. Да. Эту карту ты видела. Идеально. Продолжай исследовать себя. Изучаешь меня, изучаешь курсы, изучаешь свой мозг? Изучай. Отстань от детей. У них свой опыт. Они свой опыт проходят. Не нужно за ними бегать. Они выбрали этот путь и резонируют с тобой, чтобы показать тебе твой путь. Вы для друг друга зеркала. Но как только ты будешь вот в этом состоянии и вот в этом состоянии, то всё у вас сложится. Твои таланты вот здесь вот, в изучении себя. Твой талант изучать себя. Переводить негатив в проявленную плёночку. Увидеть это. Тёмное. Полюбить и познать, почему это круто. Почему плохо — это хорошо, а хорошо — это плохо. Почему гнев — это хорошо. Почему он тебя развивает. Почему радость вот это вот тебя останавливает. Почему праздник всего негативного тебя двигает. Ну, то есть, неважно, что ты в себе будешь познавать, оно всё для чего-то тебе нужно. И это всё тебе в расширении. Отстань от детей. И отстань вот спасательством заниматься. Хорошо? Всё понятно? Да, да. Ну, я сейчас как раз на четырнадцатом задании вот именно трансформировать шаблоны должна. Вот именно про то, что ты это говоришь, научиться. Вот и спасательство начинает с первого трансформировать. И праздник, и что там у нас? Праздник, противоположное, похороны, там, я не знаю, что противоположное. Вот эти два шаблона, давай вот их на задании выполняй. Праздник и второе что? Противоположное, я не знаю, надо подумать. Мне пришло похороны противоположное, да, это одно целое. Либо похороны, может быть, что-то другое. Может быть, похороны. Может быть, найди антипод празднику. Празднику, да. Уныние какое-то, не знаю, может быть. Трансформируй. Начни с этого. Плюс у тебя спасательство, плюс у тебя показуха. Какой там ещё шаблон был четвёртый, вспомни. Спасать, показуха. Четыре карты были, я уже забыла четвёртый. Какие были? Займись собой. А, займись собой. Да, я и другие. Трансформировать. А, поминки вам. Печаль умные мне ещё говорят. Ну, посмотри в интернете, может, какой-нибудь типот. Всё, я тебя целую. Я хочу ещё разобрать парочку. Люблю, люблю. Пока. Отключай крестик. Так, кому понравилось, расскажите. Нормалёк вообще? Я это в первый раз делаю. Мне на ум пришло на прошлом эфире. Вот прям вот придумала за пять минут. Я никогда ещё такого не делала, если помните. Кто смотрит каждый день мои прямые эфиры? Надо творить новое. Прикиньте, как прикольно. Придумал новое, сразу так прикольно. Круто, эфиры, Гоуни. Привет! Привет! Слушай, короче, у меня такой вопрос, он связан... Как зовут? Как зовут? Ирина. Ира. У меня такой вопрос, он связан с деятельностью, с профессией. Сейчас я уволилась с неинтересной работы, наконец-то, за пять лет. У меня есть некоторые планы, и сейчас я переживаю, наверное, именно о том, как я буду это делать. С одной стороны, я почувствовала возможности, потому что открылось время, можно заниматься собой, можно себя развивать в различных направлениях. Вот, и, ну, по сути, если уж говорить, как такой точке, конечно, да, чего я хочу добиться, найти ту сферу, в которой мне будет приятно заниматься. Удовольствие. Ну, найти себя. Отлично. То есть я хочу что-то делать, то, что приносит мне радость, удовольствие, и я при этом вижу себя, кайфую, радуюсь. Ну, то есть я занимаюсь... Ну, да, от своей работы до деятельности с удовольствием. Продолжим. Давай. О, опять. О! Карты, походу, целым коллективом. Я здесь... С фиром. Да, вижу. А я здесь вижу такого воинственного мужчину. Ага. Он о чём-то задумался. Что ещё? Ну, как будто он собирается что-то делать, но пока не совершает это действие, то есть, ну, думает о чём-то таком. Здесь я вижу... Пачки, вы все одни и те же карты. Я не представляю. Да. Ещё раз. И вот так работаю. Ага. Ну, здесь я вижу, как человек, ну, знакомится с существами, которых он не знает. Я их вижу, как дружелюбных существ. Ну, как новое такое знакомство, что ли. Они как будто бы, ну, вот с ним общаются, показывают свой мир. Будем думать. Даже мне сейчас сложно. Так, поближе немножко. Да, поближе. Ага. Да, всё так видно. Ага. Мужчина. Он находится достаточно высоко над всеми. И что ещё можно сказать? Ну, короче, возвышение. Возвышение над миром, что ли, как-то так. 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 Возвращение над миром, что ли, как будто кто-то там за ними, что ли. Волк. Находится. Да. Только очень плохо вижу, что там за ними. Такое какое-то чёрное пятно. Только волк. Волк. Да. Угу. Так. Знаю, как. Я попробую. Да, всё, да, вижу, да. Ага. Всё, да, ага. Короче, я вижу, что волк их не замечает. То есть они там при своих делах волк это не видит. То есть они, ну, в некой безопасности, что ли, пока он их не видит. Вот. Как-то так. Так. Угу. Так. Чуть поближе. Человек задумался. Он находится внутри какой-то оранжереи. Так. Даже не знаю, что сказать. Оранжереи, точно. Да. Ну, какое-то размышление тоже пребывает в каком-то. Мальчик в теплице, говорят. В теплице. В теплице. Ну, когда слышишь, когда человек в теплице, то есть он как бы, ну, как прячется, что ли, от холода. Ты сказала, что он в размышлениях, да, и вот он находится вот в этой теплице. А вот если в оранжереи, как ты сказала, то какие ассоциации у тебя? С чем? С его состоянием, если он в оранжереи, а не в теплице. Угу. В оранжереи? О-о-о-о. Ну, даже не знаю, с чем в оранжереи может ассоциироваться. Что чувствуешь? Растения, оранжереи. Разнообразие какое-то вокруг. Разнообразие всего вокруг, то есть вот как-то так, да, да. Ох. Значит, здесь много-много разных людей, маленьких. Кто-то... Все смотрят в разные стороны, кто-то закрывает глаза. Кто-то вовсе не человек. Скажись. Существ много. Такие все. Да. Хрюшки, непонятные гусеницы. Маленькие. Угу. Что вызывает, какие чувства? Так. Много разных существ. Они все чем-то озадачены. И вот у меня почему-то вот во внимании вот именно вот эти вот два ребенка, которые как бы, ну, смотрят друг на друга, вопрошающие как-то так. Вопрос некий, что ли. Что я здесь делаю? Особенно этот пацан с темными волосами. Вот. Где ты себя видишь? Ну, среди разных людей, что ли. И гусениц. Вот, да. И люди, и гусеницы среди разнообразия некого. Наверное, так. Много маленьких человечков, завернутых в пелен. Угу. Можешь тебе говорить об этом? У каждого какой-то... А жизнь? Подсказывай. Ну, вообще завернутость все вот, это связано с, ну, по-моему, ощущением с закрытостью. Угу. Когда люди во что-то завернуты. Так, ну что, будем разбираться, потому что для меня это было самое сложное. Очень. Я до сих пор немного нахожусь в прострации, как это вообще даже объяснить. Будем вместе интерпретировать. Не все же одно мне объяснять. Короче, что... Сейчас, подожди, какой у меня вопрос был. Сейчас, секунду. А, что мне мешает найти любимое дело? Ну, заняться любимым делом. Это же твоя карта? Да. Наверное, слишком много думаю. А что ты... Не могу приступить, может быть. То есть я как-то вроде настроена. Настрой какой-то есть, но не сдвигаюсь. Я ничего не делаю, ты сказала. Как ты... Ну да, есть настрой, да, но я еще не двинулась в это. Я знаю, что очень много всего нужно сделать. Что-то нового, что никогда не делала. Вот. Но я еще не двигаюсь. Почему? Некая неизвестность. Выжидая какой-то, может, период, что ли, время. Станет известностью? Ну, нет, скорее всего, надо ждать возможности какой-то, что ли. Как сказать? Ну, скорее всего, если так вот, ну, размышлять сейчас, вот. Короче, я знаю... Он серьезный. Ничего не делал. А? Он очень серьезный, поэтому ничего... Он очень серьезный, да? Да. Он серьезный и ничего не делает. Ты серьезно ничего не делаешь. Чтобы что-то сделать, что нужно сделать? Чтобы что-то сделать по поводу серьезности? Наверное, снизить эту серьезность и, ну, более проще относиться. Тебе надо играючи к жизни подойти. Это мешает тебе, твоя серьезность. Серьезность несерьезности. Будь серьезна в несерьезности, понимаешь? Вот прям задумайся об этом. Когда ты не расслабишься и не уберешь свою серьезность в несерьезность, ты не сдвинешься. Ты серьезно относишься к тому, что мне что-то нужно делать. И ты знаешь, дорогая моя, что нету никакого дела и не будет. Все, что ты не делаешь, это и есть тот путь, который ты будешь проходить. Надо только делать и все из интереса. Неважно что. Пить чай – это уже твое дело, которое дает тебе ресурс, если ты его делаешь с интересом. И познаешь вкус чая. Вкус чая тебе может дать больше денег, чем любая серьезная работа с дубинкой вот этой вот. Второе, что тебе мешает? Тут я сказала, что некое возвышение, высота. А еще второе слово было? Надменность у тебя была, да? Ну, не надменность, а просто возвышение над миром. А мир – это кто? Высокомерность была у тебя. А мир – это кто? Это ты, это твое продолжение. Мир – это твоя одежда, там, руки, ноги, продолжение. Мы не ограничиваемся телом, мы дальше, мы все дальше. И наш мир – это точная копия наших чувств всех. Мы не тело, мы чувства, и весь мир – это мы. Ты отделяешь себя от мира. Это тебе мешает. Трансформировать программу. Нужно высокомерности. И что я там, что-то могу такое сделать. Но весь мир – твои ресурсы. Те люди работают на тебя. Ты можешь наблюдать, как он. Но наблюдать, как каждый в этом мире создан для тебя. Тобой. И этим ты являешься тоже. То есть, блин, у меня просто предыдущий эфир как раз вот был вот на эту тему. Что вот как раз отделять мир от себя, получается, да? Вот он отдельно, мир отдельно. Ты не сможешь черпать здесь ресурсы, если ты не принимаешь как свое собственное и родное. То есть ты как бы равная должна быть со всеми. Но при этом тебе делать ничего особо не надо. Ты наблюдаешь, и ты творишь, как творец наблюдением. Что тебе надо делать? Дело твоей жизни – наблюдать. Наблюдать, как ты, блин, все творишь. Расшифровывайте себя поздно. А что ты будешь делать – это неважно. И каждый раз все равно одним делом мы не можем заниматься. Мы не можем три ведра кубники съесть и больше. Если ты что-то будешь делать одно, а потом будешь от этого болевать. Твоя энергия в переменах, в ресурсы, в новом, в творчестве. Творчество – это новое. Ты не можешь долго делать новое. Оно перестает через какое-то время быть новым. Тебе постоянно что-то новое. А для этого жизнь – игра. Делать, что делается. Все. Не надо вот этот мозг включать своей дубинкой серьезной. Что тебе мешает вот эта карта? Здесь я в ступоре. Чат, помогайте. Группа поддержки, пожалуйста. Я что-то не могу догнать. Когда ты дружишь с познанием чего-то нового, это тебе мешает. Вот это вот мне интересно. Что ты там про карту еще подумала? Как это может тебе мешать? Что чувствуешь? Ну, не знаю. Почему-то я вот вижу, как некое знакомство, что ли, с кем-то новым. И почему-то тебе… С чем-то новым миром. Пока не могу понять. Группа поддержки, помогите. Почему знакомство с новыми людьми, с новым миром мешает? Может, потому что ты еще себя не познала? Куда-то хочешь познавать что-то где-то там? Они же инопланетные. Может быть так? Опять космос. Высота. Желание улететь из реальности. Слишком предохраняется. Все видят презервативы. Дружи. Я читаю просто. Восприятие людей как… И ни хрена не друзья. Ну, кстати, да. Друзья, кстати, да, вот мы трансформируем сейчас на курсе программу «Друзья». Друзья – это уже чувство долга. Ты им что-то должен, тебе должны. Ну, мы же друзья там и так далее. Вот, наверное, друзья тебе чувствуют, скорее всего. Люди – это не друзья, это твои ресурсы. И можно… Новые возможности мешают ожиданиям. Наверное, ожидания мешают новым возможностям, скорее всего. Возможно, не то окружение. Кстати, мне вот это вот про окружение очень понравилось. Вот все, что я сейчас перечислила, да, потом будешь эфир пересматривать. Возможно, все. Подходить. Сменить окружение. На космическое окружение. Да, точно. Ну, тебе мешает космическое окружение? На другое какое-то космическое окружение. Эти друзья тебе мешают. Слушай, а ты в скафандре? Нет, ты тоже в скафандре. Они все в скафандрах? Вот из всего, что я сказала, что больше с тобой резонирует? По поводу окружения, ну, мне, скорее всего, больше искать нужно. Какие-то новые знакомства, наверное. Люди, знаешь, что еще подсказали? Потому что к людям отношения, как к инопланетянам, а они, это не чужие, а родные. Продолжение тебя. И ты потерялась в окружении. Интересно тоже. Как ты к людям? Ну, в зависимости от того, какие люди. Ну, вообще, я такой человек, что мне нужно привыкать. То есть я не так сразу прямо распахиваю доверие и так далее. Люди, ты себе не доверяешь. Понятно. Поэтому ты в скафандре закрыта, да? Тебе мешает твой скафандр. Мир – это твое продолжение. Мир – это жизнь. Что может быть опасно в жизни, если жизнь – это жизнь? А где нет жизни, там смерть. Вот где опаснее? Где смерть или где жизнь? Если ты не идешь в жизнь, ты идешь в смерть, там же опаснее. То есть ты сидишь в скафандре, ты умираешь. Ну, там, в клетке, там, в комфорте. Вот. А вот если ты выйдешь из скафандра, то ты выживешь. Если останешься в скафандре, то нет. Короче, разобрали толпой. А где твое творчество лежит? То есть где? Вот я такой вопрос задала еще. Где лежит твоя работа, в какой области? С чем она связана, эта работа? У меня такой был общий вопрос. И ты сказал, овцы, волк не трогает, безопасность. Что еще можешь сказать про эту карту? Я вижу здесь дорогу, небольшую тропинку, которая поднимается к дереву. Как некий такой, ну, путь к возвышению. Ты увидела овец. Чем у тебя с... Овец, да. С овцы... Ну... Барашки. Давай барашки. Барашки, да. Барашки. Угу. Ну, не знаю, у меня... С чем ассоциируются именно барашки? Барашки у меня. Ну, с чем-то безобидным, с чем-то таким мягким, добрым. И они спокойно себя чувствуют при волке. Ну... Сказала. И чувство безопасности. Ну, такое ощущение, да, как будто они просто друг друга не замечают. Овцы не замечают волка, а волк не замечает овец. Поэтому, как бы, они вот, ну, в некой безопасности находятся. Действительность лежит. Где что-то вы там кто-то с кем-то не замечаете. Интересно. Даже я сейчас мозг сломала. Угу. Они сосуществуют вместе и не парятся, да? Там добро и зло. Ну, да. Там плохое, хорошее, сосуществуют вместе. Короче, у тебя работа связана с некой опасностью, которая безопасна. Это как какое-то экстремальное. Ну, не то, что экстремальное. Может, скорее всего, ну, это общение с людьми, с одной стороны. Угу. С другой стороны, как бы, люди, они разные бывают. Разные условия. Просто знаешь, что я здесь вижу вот по твоим ответам? Что здесь граничит какая-то сфера, которая опасная, понимаешь? И ты в ней, как, блин, рыба в воде. Как овца с пастухом, защищенная. То есть никто никого не трогает, и вот эта вот опасность до тебя не доберется. То есть что-то связанное с тем, что... Блин, где тебе надо ходить по лезвию ножа? Ищи такую работу. Давай еще посмотрим, в какой области лежит твоя работа в следующую карту. Примерно поняла, о чем я. Это твое состояние, естественно. Твое состояние вот это делает проекцию вовне. То есть твое состояние должно быть на уровне, что я иду в опасность, но там безопасно. Еще твое состояние должно быть, которое дает тебе развивать все твое творчество и таланты, вот это вот состояние. Состояние, где ты в оранжереи. Вот здесь вот мы тут с толпой тебя допрашивали, потому что мне тут писали много, подсказывали. Вспомни вот это состояние, в котором тебе нужно находиться для того, чтобы ты занималась своим любимым творчеством. С чем ассоциируется таланты, таланты твоя? Ты так и не смогла сказать. Ну, скорее, с разнообразием вокруг, с ростом, с красотой какой-то. Ну, твое творчество лежит вот в этом состоянии. Состояние разнообразия. То есть ты чувствовать должна это? Ну, помимо этого, тут еще можно почувствовать. Давай посмотрим. Ну, можно предположить, что если вокруг, если это оранжерея, если в оранжереи находится человек, то он может взаимодействовать с этими цветами. То есть твое состояние, когда ты чувствуешь безопасность в любой ситуации, и при этом... Взаимодействую. С чем? Могу как-то... Ну, с окружающей средой взаимодействую, могу как-то ее облагораживать, что ли. Когда ты находишься в оранжереи, ты, соответственно, можешь поливать цветы, ухаживать за ними и так далее. Ухаживать. Ключевое. Почему-то мне тоже возникло такое. То есть быть в опасной среде, чувствуя безопасность. И находиться в оранжереи. А что делают растения в жизни? Растения? Да. Ну, во-первых, они создают вокруг ощущение красоты, чувства, эстетики. что еще? Комфорт и уюта. Ты запоминаешь, какие ощущения тебе нужно постоянно воспроизводить и чувствовать? не из вне, а внутри. Где тебе черпать эти ощущения? Ощущения безопасности в опасных местах. То есть тебе нужно находиться в опасных местах, при этом чувствовать себя безопасно. Ну, то есть побольше к опасным местам, чувствовать себя безопасно. Чувствовать заботу к окружающему миру, чувствовать эстетику, красоту окружающего мира. Вот тебе в этих чувствах нужно пребывать, чтобы твои таланты открывались. И брать эти чувства вот из этого ресурса. Плассический хирург опасно и красиво. Хорошие подсказки. Поэтому поможешь жить где угодно. И оно раскроется не почему, когда ты будешь испытывать эти чувства. И сейчас черпать этот ресурс мы будем вот здесь. Чтобы испытывать эти чувства, тебе нужно вот такое условие. Что это за условие? Давай еще раз рассмотрим. Вспомни, что ты говорила и что может еще на ум тебе придет. Почему дети? Почему пеленки? Почему много всяких микки-маумсов непонятных? Ну, я говорила о том, что это очень разношерстные существа вообще, ну, по своей природе, да. Тут люди, тут какие-то животные, какие-то жучки. Они все замкнуты, они чем-то таким закрученные. Что еще? Твой ресурс в детях. С чем дети ассоциируются? Дети? Дети, 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 дети. Что такое дети? Дети, дети, ну, это такая открытость, простота, наивность, что ли, такая вот. Еще что? Ресурс твой. Интересно. да, скафандр свой снять, в простоте, а не в серьезности. Ребята сказала, да? Ну да, да. То есть, я так серьезно, это тебе мешает? Простота, все правильно, открытость, скафандр. Ты прям перечислила все четыре пункта. Еще что? Дети. Дети, дети, это, ну, это любопытство. Любопытность и интерес вызывают энергию и ресурсы на творчество и на творение. А они еще и разные. Они разные, да. Интерес должен быть не только вот, я себе обозначила, и вот только хочу вот этот талант открыть или какой-то такой. Во всех областях, понимаешь, ты должна проявить интерес к своему здоровью, к своему телу, к своему миру, близким людям, интерес к интересу, интерес к своим талантам, к своим недостаткам, интерес к вкусной идее, интерес к спорту, интерес вообще в разных областях. Вот где твой ресурс. Включить интерес, познать кучу всего интересного. И тогда в процессе рождается твое творчество. Понимаешь? Да. Ты перечислила детское, лёгкость, открытость. Это как раз-таки снять скафандр, убрать дубинку, выключить серьёзность. Вот все четыре пункта, которые ты мешаешь, сказала, вот они тебе мешают. Вот здесь как раз-таки черпаешь в противоположном. Будь серьёзно к своей несерьёзности. Относись к этому серьёзно, чтобы быть несерьёзной. Поняла? Зайдло. Это хорошо тоже, потому что когда мы закрываем какую-то ситуацию, либо мы, как Бог, воплощаемся в кружки, чтобы попить, да, мы ограничили себя в закрытую систему, организм, чтобы им ходить, познавать мир. Мы создали небо и землю, как Боги, для того, чтобы познать этот мир, познать себя через этот мир, через небо и землю. То есть мы ограничиваем систему, из ничего творим что-то, для того, чтобы это покрутить, повертеть, понимаешь? Ограниченность — это хорошо, но ограниченность к познанию этого мира — это уже всё, критика. Да, да. Так что целуем, осознаваясь. Ага, спасибо. На кресте. Пока. Так, беру кто сейчас в 4 утра не спит, разберём и всё. Дальше мне в 10 утра вставать на шоппинг. То есть с дня рождения как крот ещё из дома даже не выходила, мне надо что-нибудь себе купить, подарочек какой-нибудь. в этот день, sociedade, еще из-за защиты Продолжение следует...